Электролиз расплавов и растворов солей А также рассчитывать массу и объем продуктов электролиза Электролиз это окислительно-восстановительная реакция Которая протекает под действием электрического тока на электродах Погруженных в раствор или расплав электролита Сущность электролиза состоит в том, что за счет электрической энергии Осуществляется химическая реакция, которая не может протекать самопроизвольно При электролизе растворов солей на катодах происходят следующие процессы Легче всего восстанавливаются малоактивные металлы Которые располагаются в ряду активности металлов после водорода Активные металлы, находящиеся в ряду активности в начале ряда От лития до алюминия являются сильными восстановителями Поэтому обратный процесс, процесс восстановления активных металлов и соединений осуществить сложно На катоде протекает процесс восстановления водорода Для металлов средней активности, находящихся в ряду активности от алюминия до водорода Происходят одновременно два процесса Процесс восстановления металла и процесс восстановления водорода При выборе наиболее вероятного процесса на аноде и катоде Исходят из положения, что протекает та реакция, которая требует наименьшей затраты энергии На катоде преимущественно происходит восстановление тех катионов Которые обладают наибольшей окислительной активностью Это катионы малоактивных металлов На аноде в первую очередь будут окисляться анионы, обладающие наибольшей восстановительной активностью Это анионы галогенов и серы Рассмотрим электролиз расплавов солей Электролиз расплава – кислород, содержащий соли Когда элемент аниона находится не в высшей степени окисления При этом на катоде восстанавливается металл, а на аноде окисляется элемент аниона до высшей степени окисления Например, электролиз расплава сульфита натрия На катоде выделяется натрий, на аноде образуется триоксид серы Электролиз расплава – кислород, содержащий соли Если элемент аниона находится в высшей степени окисления На катоде выделяется металл, на аноде окисляется кислород Например, электролиз расплава – карбоната натрия На катоде выделяется натрий, на аноде выделяется углекислый газ и кислород Рассмотрим процесс электролиза расплава и раствора хлорида меди двухвалентной Медь в ряду активности металлов располагается после водорода Является малоактивным металлом, поэтому на катоде она легко восстанавливается На аноде будет окисляться анион хлора, так как анион хлора является анионом без кислородной кислоты И легко окисляется на аноде Суммарный процесс электролиза, раствора и расплава хлорида меди двухвалентной На катоде выделяется медь, на аноде выделяется хлор Рассмотрим электролиз расплава и раствора сульфата магния Расплав сульфата магния На катоде восстанавливается магний Магний 2+, плюс 2 электрона образуется магний 0 На аноде идет процесс окисления сульфат аниона При этом образуется СО3, триоксид серы и кислород Суммарное уравнение электролиза сульфата магния в расплаве На катоде образуется магний, на аноде СО3 и О2 кислород Рассмотрим процесс электролиза раствора сульфата магния Так как магний является активным металлом, то на катоде будет происходить процесс восстановления водорода А на аноде идет процесс окисления воды с образованием кислорода Так как сульфат анион относится к анионам кислород, содержащих кислот Продукты электролиза, водного раствора сульфата магния На катоде выделяется водород, на аноде выделяется кислород В растворе остаются гидроксид магния и серная кислота Рассмотрим решение задач Первая задача Рассчитайте массу меди, полученной при электролизе водного раствора сульфата меди двухвалентной С графитовыми электродами, если на аноде выделилось 6,4 грамм кислорода Составляем дано и находим решение Уравнение реакции электролиза водного раствора сульфата меди двухвалентной 2 купрум СО4 плюс 2Н2О образуется 2 купрум плюс О2 плюс 2Н2СО4 Находим количество кислорода Оно составляет 0,2 моль Если в реакции образуется 0,2 моль кислорода То при этом на катоде выделится Х моль меди По уравнению реакции на катоде образовалось 2 моль меди и 1 моль кислорода Находим количество вещества меди, образовавшейся на катоде 0,4 моль Вычисляем массу меди Количество вещества умножаем на малярную массу меди Получаем 25,2 грамма Ответ 25,2 грамма Следующая задача При электролизе водного раствора, содержащего 0,1 моль хлорида бария На электродах выделились газы общей массой 5,11 грамм Рассчитайте выход щелочи Составляем дано и находим решение данной задачи Электролиз водного раствора хлорида бария Барий хлор 2 плюс 2H2O Образуется барий у H2O плюс водород плюс хлор По уравнению реакции Количество вещества реагента и образовавшихся продуктов электролиза Составляет 1 моль Количество вещества хлорида бария По условию задачи 0,1 моль Гидроксида бария X моль Если образовалась X моль гидроксида бария, то столько же образовалось водорода и хлора Составляем следующую сумму Масса водорода плюс масса хлора равна 2Х плюс 71Х Равно 5,11 грамм 2 это малярная масса водорода 71 это малярная масса хлора X это количество веществ водорода и хлора Находим X X равно 0,07 моль каждого из веществ водорода и хлора Вычисляем практическое количество вещества гидроксида бария Оно совпадает с количеством вещества водорода и хлора 0,07 моль Рассчитываем теоретическое количество гидроксида бария Оно равно количеству хлорида бария, то есть 0,1 моль. Теоретически из 0,1 моль хлорида бария могло образоваться 0,1 моль гидроксида бария. Поэтому выход щелочи рассчитываем по уравнению. Количество практическое делим на количество теоретическое и умножаем на 100%. Выход составляет 70%. Электролиз широко применяется в электрометаллургии для получения активных металлов, таких как калий, натрий, кальций, магний, алюминий и другие. В химической промышленности для получения газов, фтора, хлора, водорода, кислорода, а также для получения щелочей. Гальванопластика – это получение металлических копий, а также покрытие неметаллических предметов слоем металлов. Электролитическое рафинирование, очистка металлов от примесей, электролизом с применением активных анодов. Гальваностегия – это нанесение металлических покрытий на поверхность металлического изделия для защиты от коррозии или придания декоративного вида, оцинковка, хромирование, никелирование. Все данные процессы происходят с помощью электролиза. Выполним упражнение для закрепления пройденной темы. Первое задание. Медь – один из базовых металлов во многих отраслях промышленности, включая строительство, энергетику, автомобильную промышленность, машиностроение, производство микропроцессоров и электроники. На металлургических предприятиях медный концентрат обжигают в специальных печах для получения расплава черновой меди. Черновая медь – это промежуточный продукт при выпуске товарной меди. Содержание меди в ней достигает 98%. 2% составляют примеси – серебро, цинк, железо. При переплавке черновой меди в специальных печах получают медные аноды. Содержание меди в них достигает 99,6%. Чтобы получить чистую медь, которая котируется на мировом товарном рынке, медные аноды подвергают электролизу. Составьте схему электролиза водного раствора сульфата меди с медным анодом. Решение данного задания. Анодом является черновая медь с примесями других металлов – серебра, цинка, железо. Катодом служит чистая медь – электролит, раствор сульфата меди. На аноде происходит процесс окисления медного анода, а на катоде – процесс ее восстановления. Таким образом, под воздействием электрического тока в электролите анодную медь растворяют, а затем восстанавливают на специальных матрицах в виде пластин – медных катодов. Содержание меди в катодах достигает 99,99%. Катодная медь служит сырьем для производства готовых медных изделий. Второе задание. Для защиты металлических изделий от коррозии на их поверхность наносят тончайший слой другого металла – хрома, серебра, золота, никеля и т.д. При нанесении покрытий на металл электролизом изделия получаются ровными по толщине и прочными. Рассчитайте массу серебра, которая образуется при электролизе водного раствора нитрата серебра с графитовыми электродами на аноде, если выделился кислород объемом 11,2 литра. Рассмотрим решение данной задачи. Уравнение электролиза водного раствора нитрата серебра. 4 аргентум ИНО3 плюс 2Н2О образуется 4 аргентум плюс О2 плюс 4НО3. Находим количество вещества кислорода. Объем делим на малярный объем, получаем 0,5 моль. По уравнению реакции количество вещества серебра равно 4 на количество вещества кислорода, то есть 4 умножаем на 0,5 моль, получаем 2 моль. Затем вычисляем массу серебра, образовавшегося на катоде. 2 моль умножаем на 107 грамм на моль, получаем 214 грамм. Ответ – 214 грамм. Подведем итог урока. Сегодня вы научились составлять схемы процессов электролиза, расплавов и растворов солей. Рассчитывать массу, объем продуктов электролиза. Урок окончен. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok